привет зритель счастье ждет обзор моего ухода на июль июнь у нас еще не закончился я даже еще успеваю записать этот тематический ролик короче у меня тут на июле переходит этот сам опальный тоник тут по-моему только пара вещей самопальных будет одно я даже не помню обозревала я ее ранее или нет или все время забывала короче тут тоник состав его я совершенно не помню но если тебе интересно зритель глянь пожалуйста предыдущий ролик ухода на июнь 2020 года который еще не закончился в общем вот тоник во флаконе от озона я им лицо протирает так я не знала что выбрать из гелей для душа решила что у меня будут два геля для душа какой-нибудь из них возможно окажется пустых баночках июля а может быть оба окажутся в пустых баночках августа посмотрим короче у меня вот тут есть по-моему он у меня подарок я его выбирала за заказ последний или предпоследний давно не заказывал полгода точно и фраше что это у нас концентрированный гель для душа тиара и ланг и ланг он как бы 100 миллилитров но его хватит на 40 применений первый такой вот похожий концентрированный гель для душа покупала несколько лет назад может быть года два вот он только еще водился он мне как-то не пошел это что вообще его не поняла его хватило меньше чем возможно но там как бы изначально капелька вливается все ништяк но что-то от этой капельки никакого толку не было вот он похож такой на жиденький мед и сейчас вот на лето тиара и ланг и ланг самое то хотя раньше помню вот у них был отдельный гель для душа утро не не утро в саду эти сады мира кажется но в общем жардан дюмонт и там был и ланг и ланг и первый раз когда в 2011 году попробовал этот и ланг и ланг он меня так отвернул так не понравился а потом спустя несколько лет лет семь или восемь спустя он мне гель для душа у меня будет на уход и 2 тоже от и фраше не совсем гель для душа но тоже для ванны это масло для душа с органей и розой традиции хамама кстати этот у нас дело франция или как да этот у нас дело франция а этот у нас уже дело по моему нет это тоже дело франция думала что россия но внезапно это тоже делала франция мне очень нравились раньше и фрашевские масла для душа уж не знаю как это себя поведет я не помню открывала я его или вот только собираюсь еще ну смысле пользовала или нет тут 200 миллилитров это новая вариация хамама ну вот она мне нравится этот хамам этот аромат органей и розы ну и возможно он вот пустых баночках а возможно опять же нет чем вот так у меня внезапно жидкое мыло еще не закончилось от грин мамы это вообще не жидкое мыло это молочко для снятия макияжа но она тоже еще не закончилась тоже от грима мы формула тайги масло зародыши пшеницы ромашка 300 миллилитров изначальных я вообще думала что она закончится но внезапно я уехала деревню никому не сказав на ютубе кто подписан на инстаграм то как бы в курсе был но там немало подписчиков так что поэтому мало кто в курсе был из тех кто не реальне знакомы в реале да тут в общем срок годности у него уже закончился овер дофига феврале девятнадцатого года шесть месяцев после вскрытия но грин мама вечно дает это все с запасом этот срок и он до сих пор не изменилась консистенция ничего с ним не стало хорошее молочко для снятия макияжа вот у меня подруга такое себе подарок просила в этом году на дыры и возможно но все-таки закончится не знаю тут сейчас как-то темновасто не видно флакончик сам по себе темный но мне кажется там вот где-то одна может 5 оставалось я думаю он закончится в этом месяце смысле в следующем и возможно будет уже пустых баночках июля но если не повезет то в пустых баночках августа очень вот хорошее молочко и мыло раз уж я про него заговорила на перепутала флакончики green мама гель мыло для рук антибактериальное масло чайного дерева то у них как бы новинка но похожая мыло у них уже было в середине сазарнин тут 300 миллилитров 6 месяцев после вскрытия но апреля двадцатого года сделанная но как бы практически как сделалось так я его и заказала когда увидела рекламу там что-то была скидка какая-то на другие продукты если его заказать и тут ну я не знаю может чуть больше чуть меньше чем молочка вот осталось или чуть больше или такое же вот количество за метод у нас дойдет июнь но за мая у меня где-то вот вышло сначала с учетом еще что в апреле вроде как заказывала короче но у меня за первый месяц но у меня ушло половина флакона я думала что у меня за весь июнь она закончится но внезапно как-то она очень экономичная одна вот доза такого этой капельки на руки все можно смылить все хорошо почему то мыло то что туда переходит если у меня вдруг мыло закончится это то у меня еще и с детское мыло которое на кухне убрала там еще кусочек наверное может треть или четверть этого большого кусочка мыла который мне лёля дарила подписчица из тюмени лёличка привет если вдруг узришь этот ролик внезапно хотя это ее идея было такие ролики тематически писать мне на канале но и короче этот пытается по моему то мыло в фикс прайс у меня еще немножко есть она на кухне думаю что его сычок и вот буду даюзывать ну или там посмотрю что может открою еще что-то но вдруг мне его хватит потому что все таки в июле тоже собираюсь деревню и возможно как раз и хватит этого на месяц вот вторая самопальная вещь такая вот неказистая уже слегка подтаявшая это на кокосовом масле с кучей эфирных масел нужных и на пчелином воске наших пчелок дезик я давно уже пользуюсь самопальными дезиками потому что свое время у меня на фаб фаб мне очень нравился дезик рексону нравился дезик и дезики от эйва мне тоже очень нравились но у меня на них пошла сначала на фальдерги а потом уже на рексону и эйвана и я очень долго пользовалась детской присыпкой талькам еще что-то в итоге перешла на самопальные дезики в общем если кому-то хочется самопальный дезик там бальзам, пардон, для губ или возле ногтей, или ещё какой-нибудь хренатень, типа сбор определённых трав, или даже мыло ручной работы, то ссылка есть в инфобоксе. Ссылка на ВКонтактик. Короче, вот такой дызик у меня переходит тоже. Он у меня... Я не уверена, что я его показывала в предыдущих обзорах косметики на месяц, но вот решила показать. Бальзамчик и фраше. У меня всё ещё практически в той же паре. Ну, в смысле он уменьшается, но вот так он до сих пор выглядит. Как-то странно. Ещё не умудрился сломаться. Он у меня тоже переходит. У меня сейчас сумочки болтаются. Иногда дома им пользуюсь. Переходит он у меня на июль. Это и фраше. Красное яблоко. Лимитка прошлого или позапрошлого года. Новогодняя. Хороший бальзамчик. Ну, мне вообще нравятся фрашефские бальзамчики вот такого типа. У них ещё есть там с карите, с вишенкой, с чем-то ещё. Те, которые цветные, они действительно цветом таким же, вот как допустим, с вишенкой у меня был. Он был такой красноватеньким немножко. А эти, они такие прозрачные. Я тут на пол складирую всё с тумбочки своей. У меня новая зубная паста открывается. Та зубная паста у меня бралась в деревню. Там совсем чуть-чуть осталось. Она будет в пустых баночках июня. Так как в мае не было пустых баночек, то это будет май-июнь. Ну, как бы в мае было две баночки, но общим голосованием, общим решением в количестве пяти, по-моему, зрителей мы решили, что они идут на июнь. Про полис. Это тоже корейская зубная паста. Это у меня уже третья корейская зубная паста. Я её ещё не открывала. Именно такой фирмы я не брала. Та, которая у меня будет в пустых баночках, у меня, по-моему, той же фирмы 2080, уже 2080, ну, 2080 я её называю, клиника. Она у меня уже была. Это более большой формат объём у меня. Те были по 120, 125 или 130 грамм или миллилитров, как-то так. А тут у нас что-то около, может быть, и 200 грамм. Сейчас найти бы. Где что тут есть? 180 грамм. Ну, почти 200. Может, по миллилитрам то тут и будет 200 миллилитров. Я помню, что он как-то отличается. Но тут 180 грамм. Я думаю, это тоже надолго хватит. Может быть, даже на полгода. Может, вообще до конца года. Но, в принципе, на полгода так и есть, что вот открою я её в июле. Июль у нас седьмой месяц и до 12 включительно. Возможно, она у меня так и будет от месяца к месяцу в обзорах. У этой откручивается крышечка внезапно. У тех двух у меня она как бы открывалась. Первую корейскую зубную пасту я попробовала, когда брала ещё в прошлом году в Абхазию с собой. Ну, и тут она зафольгирована. Я пока не буду снимать фольгу, потому что, в принципе, у нас сегодня 28-е. И ещё как бы 29-е, 30-е два с половиной дня до конца месяца. Ну что ж, будет закрыто. Но вот коробочку уберу. У меня открылся крем. Я не помню, честно. Может, надо было этот ролик предыдущего месяца посмотреть. Но, может быть, у меня он ещё не был заявлен. У меня, кажется, был тогда крем от Багдраф. Он был в пустых баночках. У меня такой уже был в использовании. Это вообще крем, которым я очень давно с ним не ознакомилась, с 2011 года. Так же, как с Гринмама. Это очень хороший крем. Гринмама крем для сухой кожи рук. Календула и масла смородины. 100 миллилитров. Он немножко уже тут поюзанный, соответственно, потому что я его пользовала. 6 месяцев после вскрытия. Ну и вся Гринмама, она живёт долго и счастливо и после вскрытия. Сейчас я как раз руки помажу. Если у вас суперсухая кожа, рук в виде трещинок кожи и кровоподтоки такие. Ну, бывает. Вот зимой, сейчас летом крайне редко так, мне кажется, можно столкнуться с таким. Зимой обветрилась, не успели помазать и долго-много часто проводили руки с водой соприкасались. Я сейчас посуду мою снова без перчаток, но бывает такое, что вот с химией какой-то агрессивной столкнулись или мыли без перчаток и внезапно вот забывали кремом вовремя помазать или ещё что-то. И вот тогда этот крем вас не спасёт. А для суперсухой кожи рук или там, ну, короче, сухая кожа рук, но без этих кровавых трещинок оно вполне себе помогает. У меня сухая кожа рук, по большей части, и он хорошо с ним справляется. Но не сказать, что супербыстро впитывается, допустим, крем от Багдраф, который будет в пустых баночках, он, это не потому, что они со мной сотрудничают, там они действительно очень хорошая косметика, он быстрее впитывается, чем этот. Но они оба, как бы, не скользят. Можно брать спокойно и телефон, и ручку, или ещё что-нибудь, руки. Это, наверное, тоже у меня будет потом в пустых баночках июля. Это подарок от подписчицы Ани. В прошлом году заказывала мне, в общем, на моё имя заказ в Азон, это Алоэ Вера, но он, как бы, это то, что не именно это я хотела, просто хотела гель Алоэ. У меня уже куплен, я его обозревала даже перед уездом в деревню, тоже с Азона, другой Алоэ Вера, но я его ещё не открывала и не пользовала. Этот у меня немного отложено в контейнер, вообще, в баночку из-под крема Тифраше для рук, там, или ещё чего-то был в деревню. И вот тут совсем немножко остаётся. Я думаю, что этого мне хватит как раз вот на июль. Я думала вообще, что его мне хватит где-нибудь до сентября, но он внезапно как-то пошёл у меня так хорошо. Он универсальный совершенно, я им даже делала маски на волосы. сейчас вот умазала ногу, потому что мне где-то укусил комар. Хорошо помогает, если вас чпокнула пчела, вы вытащили жало, либо не вытащили. Ну, как бы, я с невытащенным жалом не пробовала, вытащили жало. Меня вот первый раз в этом году укусила вот в это место пчела в деревне, когда я была первый раз в этом году. В начале лета, наверное, уж не помню, но ролик маленький я делала на камеру, на эту, которую сейчас вот пишу, и он как бы, правда, с родным микрофоном сейчас у меня вот микрофон пушка. Короче говоря, этот комик, а и на него сейчас пишу, и у меня очень распухает сразу быстро. Конечно, температура не бывает, по большей части, как вот многих людей, ну, иногда бывают люди, температура от укуса пчелы, но распухает, и болит, конечно, жутко, и, в общем, таблетка обезболивающая, плюс вот это счастье. И у меня опухоль прошла практически вот, ну, за несколько минут впиталось всё, зуд прекратился, и просто вот как бы было какое-то ощущение, что вот укусила, там немножко болела, но не было вот этой припухлости, не было никаких-то неприятных моментов, так что вот он даже от укусов пчел помогает. После укуса пчел, от укуса пчел, он не спасёт вас. Ну, крем Green Mama, ночной для лица, чистая кожа, пион и чага. 100 мл я не помню, пользовалась я им в июне или нет. В мае тоже как-то у меня с ним было туго. Что-то он у меня стоит на очень видном месте, я про него стабильно забываю. Но я решила, сначала думала оставить его, думаю, раз я им не пользуюсь, ну, а вдруг решу попользоваться. Поэтому он у меня переходит на июль, может быть, я им буду чаще пользоваться. Тоже очень хороший, он мне нравится. И оду отдельную я ему не буду превозносить. Тут, по-моему, и так будет ролик такой очень болтливый. Эту я уже два, по-моему, раза использовала. Это мне пришла в подарок с последнего заказа Green Mama, как раз вот, когда я заказывала там мыло. Это серия Green Nova. Витаминная косметика, маска, плёнка для проблемной кожи, ромашка, подорожник и витамины PPKC. 75 мл. Я до сих пор не понимаю эти маски-плёнки. У меня заодно движение не получается её снять, но у неё очень хороший эффект на кожу. Вот какие-то жирные пятна, там, ну, в смысле жирная, жирность кожи, какие-то там прыщички внезапные или ещё какая-то фигня или даже местами сухость. Я нанёс, 10-20 минут подержал. И частично она, ну, в смысле, как бы она вся снимается, но у меня вот она снимается кусочками. Я не одинока, у меня подруга есть, у неё точно так же снимаются кусочками. Вообще, я второй раз в жизни пользуюсь Green Mama масками-плёнками, ибо я их не поняла тогда. Одна у меня была, по-моему, из серии Улетай. И вот вторая мне пришла в подарок за заказ. Она сроком, ну, видимо, потому и пришла в подарок. У неё срок до ноября этого года, и вот мне её надо будет уделать. Но я думаю, что она уйдёт. Потому что, в принципе, хоть она как бы с каком-то плане экономичная, и надо пользоваться ей там один-два раза в неделю, но вот у меня выдавливается приличное количество, и вот она уже как бы тут, ну, можно сказать, на одну треть уделанная. Так, я им почти не пользовалась. Иногда я им пользовалась вместо жидкого мыла, потому что удобнее было как-то открыть или же ближе стояла. Ну, не то, чтобы я как-то, ну, не в восторге, я от неё нету каких-то таких суперэмоций. Она не стягивает кожу, она её не сушит. Местами даже убирает супер-гипер какую-нибудь стойкую помаду, там термоядерный блеск вряд ли она с первого раза удалит, но она удаляет. Эти помады вполне себе нормально. Убирает эти загрязнения, как я уже говорила, не стягивает кожу, но неудобно очень доставать. Я уже как-то привыкла к малюсенькой капельке от корейской пенки. Даже от Эйвоновского, какое-нибудь средство для лица серии Кэ, которое вот у меня есть от подписчицы Лёли, оно меньше выдавливается и как-то более экономичное. В этом плане она не экономичная. Много очень вытекает, даже когда пытаешься мало выдвинуть. И, ну, она такая как бы гелеобразная. Но это и есть, в принципе, очищающий гель, интенсивное увлажнение, 125 мл гидровежиталий и фрошей, сделанного во Франции. Это мне в своё время, я выбрала в подарок, когда-то заказывала, делала заказ во фрошей, по-моему, вообще года два назад, у неё через год срок годности закончится, и я её решила, в принципе, открыть именно поэтому. Шесть месяцев после вскрытия. Вот. Мне у них вот подобные серии, ну, тут гидровежиталий ещё похожие бывают, там зелёненький флакончик у меня как-то был, вот такой же тюбичек, другой немножко серии, тоже умывалка. Они неплохие, но вот то, что когда уже привык к корейской пенке, где с пол ногтя выдавливается и хватает на всю физиономию, тут бы тоже поменьше хватало бы на всю физиономию, но большая дырочка по сравнению с пенкой корейской, и неудобно выдавливать. Ещё мне очень нравилось гаммажек нежный с бамбуком, но, по-моему, он уже снятый, более высокий тюбик, 75 мл, тоже хватало на очень, кстати, долго, он более экономичный был, более такой жиденький, удобный при нанесении и фрошевский, но вот я что-то давно не видела, там ромашка нарисована, и он такой зеленоватый как бы в составе бамбук. Но он тоже вот у меня переходит на июль. Масло, я его специально держала на балконе, на солнышке, чтобы оно у меня подтаяло и спустилось вниз. Я им пользовалась тут как масло для рук, скажем. Тоже никак не закончится. Мирола, масло какао, косметическая упругость и тонность, 25 мл наружная. 116 рублей, кажется, было в аптеке у нас. Вот универсальное вообще масло. Если у вас вдруг начали появляться гусиные лапки вот здесь, вечерком на мизинчики пару капелек нанесите. Кстати, тает вообще в руках, у него там низкая температура. Ну, температура плавления чуть, по-моему, меньше, чем температура тела человека. В руках подержали. Правда, если руки холодные, то придется, наверное, долго держать. В общем, пару капелек на пальчики вот сюда вот нанесли и похлопывающими движениями впитали вечером. Через неделю удивитесь эффекту. Так, вот это я открыла. Но у меня было на июль, ой, пардон, июнь заявлено. Я им пару раз уже пользовалась. Это Green Mama крем-эксполиант для лица 2 в 1. Он как бы и скрабик, и как бы, ну, такой гамашек легкий, и как бы, и масочка. Но я его в основном использовала чисто по-быстрому умыться. Интересный эффект. Такой микронизированная кукурузная пудра с алантаином, окопником и расторопшей. 0% минерального масла, силиконов и красителей. Крем-эксполиант. Это у них как бы новинка, ну, и, по-моему, уже год или два. 100 мл. Интересная штука. Она у меня остаётся на июль. Ну, и я ей, соответственно, буду пользоваться. Можно ей как бы использовать 2-3 раза в неделю, но это вот именно как маска. Можно как бы каждый день, я думаю, точно так же вот с крабиком. Тут от 5 до 10 минут нанесите на лицо, но это как лёгкую маску. Ну, или просто нанесите, помассируйте, вспейте и смойте. Крем у меня внезапно не закончился. Ну, может, потому что я ещё в деревне была, и тут не всегда про него вспоминала. Крем для ног, тонизирующий питание, гринмама, каштан конский, арника и хмель для уставших ног, 100 мл. Для не уставших, а для обычных ног. Я уже много раз говорила. Не знаю, буду ли я его потом покупать, но как бы проходной вариант. Можно купить какой-нибудь дешёвый крем. Эффект будет, наверное, даже лучше. Не то, чтобы я его не советую, но, может быть, кому-то он больше подойдёт, чем мне. Но внезапно, дойдя до половины, мне уже на третий месяц хватает этого тюбика в 100 мл. Он всё никак не закончится. Он стал более-менее экономичным таким. Точнее, даже очень внезапно экономичным. Чудо не сотворяет, но как крем для ног. Так, обычный крем для ног, без всяких там заявлений, вполне отсойдёт. Эйванкэ, тонус с ароматом банана, лосьон для тела, для всех типов кожи, 400 мл. Подарок от подписчицы Лёли. Он всё ещё у меня жив. Я им несколько, даже как полностью тело мазала, после душа пару раз в июне. Но что-то он у меня вот как-то... Он вообще очень экономичный. Вкусно пахнет, быстро впитывается. Я даже не знаю, сколько тут его на свет посмотреть, непонятно. Но по весу там ещё прилично. В общем, у меня переходит тоже на июль. Ну и последнее, это шампунь. Не смотрите, что тут как бы не очень много осталось. Я ещё отливала флакончик от фрашерского геля. В ванной стоит. Ну и волшебная пена, шампунь для всех типов волос, про витамин В5, горная липа. Обычный шампунь. Вот это вот бодяга, бутыль, тысяча грамм. Я её покупала за 50 рублей в магазине «Нужные вещи». Просто чисто я увидела волшебная пена, я думала, что это пена для ванной. Я потом уже заметила, что там шампунь написано. Хорошая, универсальная штука. Можно помыть руки, как жидкое мыло. То есть, если закончится жидкое мыло, может туда перелью. Можно помыться под душем. Я вчера душ принимала и по ошибке не то открыла. Хорошо пенится. Можно помыть волосы. Я вот сегодня их мыла. Может, конечно, какого-то особого объёма нет у меня, потому что ещё, думаю, испортилось немножко. Не то, что испортились, они более сухие стали, когда их обсветлило, хотя они сейчас более жирным становятся, потому что вот я до этого мыла где-то раз в три дня, и ничего, так были волосы. А сейчас вот снова каждый день. В общем, на июле у меня этот шампунь. Я думаю, что его хватит, он довольно экономичный. Его даже можно немножко как разводить, как концентрированный. Ну и, может быть, на август у меня снова попробую этот. У меня там остаётся гринмамовский. Одна треть, наверное, флакона. Это для жирных волос. Шампунь. Ну и, в общем, у меня, наверное, это всё. Всё, весь мой уход на июль. Следующий ролик у меня будет посвящён моим ароматам на июль. Всем спасибо за просмотр и всем пока!